Арт-терапия для женской души. Жительница Дудинки Ирина Тополь изготавливает древнерусские амулеты и обереги. Сакральные сувениры пользуются популярностью не только на Таймыре, но и в других городах России. С мастерицей пообщалась Анна Надер. У нас зимняя куколка. Они, кстати, так и различаются. Куколки весенние, то есть с кологодными праздниками. Аккуратными движениями Ирина Тополь скручивает разноцветные лоскутки. Получается небольшая куколка. У древних славян такая фигурка имела особое значение. Оберег от глазов и болезней. При создании амулета нельзя использовать ножницы или иголки, а также рисовать куклам лица. Во-первых, раньше считалось, что через куклу, если прорисовать в ней или вышить глаза, может селиться какой-нибудь злой дух. Ну а злого духа, как правило, боялись. Поэтому не прорисовывали. Второй момент. С куклой женщина или девочка могла и погрустить, и порадоваться. То есть не прописывались, не прошивались никакие эмоции. Ну а третий момент. Говорили, что в избе не должно быть лишних ушей, лишнего рта и лишних глаз. Изготовлением древнерусских оберегов северянку увлеклась 10 лет назад. Теперь это не просто хобби, а настоящее искусство. В студии Ирины аксессуары из природных материалов, картины, вышитые крестиком, фигурки животных. Одно из увлечений мастерицы – это писанка. Настоящие яйца, расписанные воском. Они тоже имеют сакральный смысл. При создании в них вкладывают самые позитивные мысли и пожелания. Ирина работает психологом женской консультации. В своей студии проводит мастер-классы для будущих мам. Для них занятия с мягкими тканями – лучшая арт-терапия. В такой атмосфере рождаются новые творческие планы. Один из них – изготовление настоящего национального славянского костюма. Анна Надер, Александр Рябинькин. Вести Красноярск. Из Дудинки. Клуб исследователей Таймыра отметил первый юбилей. Десятая конференция собрала множество неравнодушных северян, которые в свободное время изучают прошлое и настоящее своей малой родины. В архивах, музеях, а также на просторах величественной природы. Чем делились исследователи, знает Анна Переверзева. Юбилейная конференция собрала десятки участников и слушателей. Многие докладчики в этот раз выбрали темы, связанные с Великой Отечественной. Как отстояли самый северный в стране порт Диксон? Почему представители коренных малочисленных народов шли на фронт, когда их не призывали? И каким чудом Норильск выжил в условиях полного отсутствия снабжения с материка? История впечатляет. Представьте себе, что в этих условиях 1 мая 1942 года был выдан на гора первый катодный никель, который был образцово-показательно отправлен на материк, на фронт. Из него было сделано 25 танков, ни много, ни мало. И это послужило началом огромной работы и большому комбинату. Героическое прошлое – лишь один из аспектов, который изучают в клубе и созданной при нем школе краеведа. Исследователи рассказывали о своих походах в труднодоступные уголки Таймыра, об участии в экологических десантах на заповедной территории, о работе по охране редких животных. Некоторые доклады вызывали бурные дискуссии, например, наболевший вопрос озеленения. Вроде бы занимаются им постоянно, но результата мало. Сейчас, допустим, с закрытием никелевого завода, можно ли, скажем так, возобновить этот процесс по озеленению города? Можно, но дело не только в загрязненности воздуха, считает докладчик, он же сотрудник научного института. Нельзя отделять растение от почвы, буквально надо его выпиливать. По итогам этого выступления было сформировано предложение городским властям. Благо, в числе исследователей оказался и депутат горсовета, который обещал курировать вопрос. Среди тех, кто в свободное от основных дел время изучает прошлое и настоящее своей малой родины, есть также педагоги, священники, металлурги, школьники, студенты и многие другие. И это в клубе считают большим достижением. Преемственность поколений нарушилась в пресловутые 90-е годы. И мы сами, когда начинали заниматься исследованиями, то, по сути, некому было обратиться. Мы пытаемся, насколько я думаю, у нас получается, вот эту преемственность создать. И знания о территории, о месте, где ты живешь, они, собственно говоря, уже не пропадут. Без этих знаний невозможно любить то место, в котором живешь, уверены исследователи. И надеются, что на втором десятке клуб станет еще более многочисленным. Анна Переверзева, Юрий Толстов, Вести, Красноярск, из Норильска. Таймыр присоединился к всероссийской акции «Блокадный хлеб». Волонтеры рассказывали жителям Додинки об исторических фактах, связанных с блокадой, и вручили кусочки хлеба весом 125 граммов. Такой была минимальная норма выдачи в самые тяжелые дни блокады. Среди тех, кто вместе с тысячами ленинградцев дожидался освобождения города, была Надежда Александровна Кузьмичева. Своими воспоминаниями она поделилась с Анной Надер. Темно, холодно и постоянно хочется есть. Именно такими запомнились дни блокады Надежды Кузьмичевой. Сегодня это единственная жительница осажденного Ленинграда, проживающая на Таймыре. Когда город на Неве оказался отрезанным от мира, ей было всего 7 лет. О самых страшных 900 днях из своего детства Надежда Александровна говорит с трудом, едва сдерживая слезы. Темно, свету не было. Окна у нас повыбили все. Фанеры заделаны, окна. Ну и вообще нельзя было, чтобы вообще видно было что-то в окнах. Ну такие фитилюшки делали сами там родители. Но в основном на улицу не выходили. На улицу нас не пускали. Страшно было. Очередную годовщину снятия блокады Ленинграда сегодня в Дудинке отметили памятными митингами и уроками мужества. Кроме того, заполярная столица присоединилась к всероссийской акции «Блокадный хлеб». 125 грамм хлеба – суточная норма жителей осажденного Ленинграда. Сегодня это символ победы над фашизмом. Этот кусочек, что предлагает попробовать участникам акции, напоминает блокадный лишь по размеру и весу. Настоящие же готовили из жмыха, бумаги и целлюлозы. Вообще, по идее, такие митинги надо проводить, потому что это память вечная от людей, которые воевали. И эти митинги помогают вспомнить, сохранить память, верность, чтобы такого больше не повторялось. Всего на Таймыре в этом году запланированы десятки мероприятий в честь 75-летней годовщины победы над фашизмом. Анна Надр, Александр Рябинкин, Вести Красноярск, из Дудинки. Внести свою лепту в улучшение экологической ситуации в городе решила группа неравнодушных норильчан. Они взялись за переработку пластика на общественных началах и пока в небольших масштабах. Но надеются, что их начинание поддержат и другие горожане. Анна Переверзева расскажет подробнее. Крышки от бутылок – это не мусор, а бесплатный материал для творчества, решила группа добровольцев. Им понадобились вот такой измельчитель и доработанная местными умельцами духовка. На выходе из пластиковой крошки получаются вазочки, горшки для цветов, разделочные доски. Несколько таких экземпляров экологи-любители уже подарили Сочинскому музею предметов, сделанных из вторсырья. Остальные отданы норильским социальным учреждениям. Переплавка идет по мере накопления крышек. Процесс у нас не вреден, потому что мы используем пищевой пластик. Крышечки идут как пятый класс отходов, и ничего такого вредного, паров и прочего мы не получаем. У каждого вида пластика своя температура плавления, поэтому крышки сортируют. Говорят, это занятие успокаивает и заставляет задуматься о том, как много мы мусорим, приучая к разумному обращению с отходами. Как минимум, какая-то сортировка, которую люди у нас в принципе не очень-то любят это дело. Здесь как-то нетрудно на самом деле взять и распрасывать, как-то разделить мусор. Проект «Плавь пластик» недавно выиграл грант. В скором времени к самодельному оборудованию добавится кое-что посерьезней. Можно будет использовать уже разные виды пластика и делать из него даже мебель. Когда появится новое техническое средство, это экструдер, это такой механизм, который пластик расплавляет внутри себя и может впрыскивать его в форму. В общем, очень универсальное получится производство, мы будем стараться его расширять, в том числе привлекать школьников, воспитанников детских домов или садиков, для того, чтобы они приходили на мастер-классы, учились тоже с этим работать, понимали, что такое переработка, сами собирали эти крышки. Мусорная проблема глобальна и решить ее точечными усилиями, конечно, не получится. Но приучить людей меньше мусорить и больше перерабатывать реально, уверены волонтеры, к этому и будут стремиться. Анна Переверзева, Юрий Толстов, Вести Красноярск, из Норильска. Пока другие регионы страдают от аномально теплой погоды. На Таймырии хватает снега для любых зимних забав. В столице Заполярье от Дудинки прошел конкурс снеговиков. Участие в нем приняли активные семьи и наш корреспондент Анна Надерн. Есть слово. На Таймырии сейчас середина зимы, до оттепеля еще совсем далеко. Поэтому вместо лепки снеговиков участники срезания будут их вырезать из таких вот снежных масок. Не ломай, мы сейчас ушки сделаем. Да? Да, у нас сейчас будет зайка, ты же хочешь зайку? Семья Алексеевых к поставленной задаче подошла творчески. Вместо обычного снеговика они решили сделать снежного зайца. Маленькие ушки, лапы с когтями, нос с морковкой. Такую креативную идею, признаются родители, предложили сами дети. Это, наверное, дружная семья у нас сразу получается. Всегда сплочаются вместе делать что-то интересное. Да и детям. Семья Карибулиных выбрала классического снеговика. Чтобы снежная фигура получилась оригинальной, пришлось как следует потрудиться. Мы хотим из остатков снега сделать все-таки еще один комочек, потому что снеговик-то из трех частей состоит, но не из двух. Мы понабирали тут игрушек, хотим сделать, как будто снеговик приехал к нам в тундру и наших зверей поздравлял. Праздник снега на Таймыре проходит ежегодно. Зимних осадков, отмечают организаторы, хватает для воплощения любых забав. В этом году мы решили пригласить вообще семьи, которые об этом празднике не слышали. Потому что все заинтересованы в этом празднике, так как не каждый, наверное, может выйти в выходные дни, полепить снеговика. Либо это мороз, либо родители заняты. А тут вот предоставляется такая уникальная возможность. Согреться после творчества на улице помогли горячий чай и угощения. Победа в конкурсе в этом году досталась Евгей Карибулиных. Остальные участники получили пашнительные призы. Анна Надр, Александр Рябинкин. Вести Красноярской, Гибинки. Тарифы на коммунальные услуги в Норильске в прошлом году были завышены. К такому выводу пришла прокуратура после проверки. Сколько переплатили Норильчане и ждет ли их теперь перерасчет, узнавала Анна Переверзева. За свою двушку в 42 квадрата Наталья Леонидовна платит 5 с лишним тысяч рублей в месяц. На коммунальных услугах Норильчанка старается экономить как может. И, надо сказать, у нее получается. Большинство северян за ЖКХ платят гораздо больше. Но, сетует пенсионерка, цифры в квитанциях все равно неуклонно растут. Каждый год повышается квартплата, но оказанные услуги не соответствуют, как говорится, нашей квартплате. Приходится электроэнергию экономить, выключаем свет, воду. Тоже ограничиваем себя, стараемся меньше, чтобы не лилась вода. Недавно Норильск облетела новость о том, что прокуратура признала завышенными цифры, которые местные поставщики коммунальных услуг предоставили в Министерство тарифного регулирования края. Иными словами, НТЭК и МУПКОС в 2018 году израсходовали меньше денег, чем планировали, на разные цели. Оплату труда, ремонт оборудования и прочее. А в тарифы на прошлый год были заложены именно плановые показатели. В общей сложности таких несуществующих расходов, за которые в итоге заплатили потребители, насчитали на 591 миллион рублей. Информация была направлена о данных фактах в Министерство тарифной политики Красноярского края с целью исключения экономически необоснованных доходов из необходимой валовой выручки при установлении тарифов на очередной период регулирования. Речь о тарифах на водоснабжение, водоотведение, тепловую и электрическую энергию. Для потребителей это означает, что лишние цифры вычтут уже из расценок на коммунальные услуги на 2020 год. Впрочем, ожидать снижения стоимости кубометров и киловатт-часов не стоит, говорят в Министерстве тарифного регулирования. Просто повышение будет меньше, чем ожидалось. Напомню, предельный размер увеличения тарифов в Красноярском крае в этом году 4,6%. Новые расценки увидим, когда получим квитанции за июль. Анна Переверзева, Юрий Толстов, Вести Красноярск, из Норильска. Жители Заполярной Дудинки провели обряд встречи солнца и зажгли ритуальный огонь. Напомним, традиционный праздник Хейра на Таймыре отмечают каждый год, как только заканчивается полярная ночь и из-за горизонта появляются первые лучи солнца. Горожане собрались на набережной Енисея. Многие пришли в национальной одежде пяти коренных этносов – Нганасан, Ненцев, Далган, Венков и Энцев. Желающие принять участие в своеобразном флешмобе выстроились колоннами, образовав символ солнца и исходящего от него лучи. В центре заранее приготовили место для костра, который зажгли с благословения шамана. Не обошлось и без самого хоровода вокруг пылающего огня. В этот момент небо над площадью озарилось салютами. А вот виновника торжества солнца в этот день таймырцы так и не дождались. Тому виной пасмурная снежная погода. Однако общему ликованию это не помешало. Хей-ро! 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 Хей-ро!